Друзья, всем огромный привет! Я рада видеть вас на моем канале. Сегодня мы поговорим с вами о ремонте. Я расскажу вам, как проходил ремонт в нашей квартире. Возможно, вставлю какие-то фрагменты видео, как это происходило. Также оставлю ссылочку где-то вот здесь на плейлист, в котором есть все от и до, от начала до конца. Так что обязательно заглядывай и смотри. Также не забывай подписываться на мой канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И я начинаю. Я себе для удобства записала тут вот небольшой такой текст. Все минусы и плюсы, которые мы обнаружили по ходу своего ремонта. И это видео, в частности, будет помогать нам при следующем ремонте, потому что что-то может забыться. Я дала себе такую заметочку, на что нужно обращать внимание при следующем ремонте. Итак, первое, с чего я хочу начать разговор, это то, что нужно заключать договор с бригадой, которую вы нанимаете. Сейчас я вам расскажу историю о том, откуда же взялась бригада у нас, что вообще происходило в этой квартире изначально. Ремонт наш начался 3 августа 2020 года. И началось у нас все с того, что мы искали бригаду. В итоге нам посоветовали бригаду по знакомству. Сказали, что ребята все отлично, хорошо делают. Но у нас был определенный бюджет, от которого мы не могли отступать. И об этом мы сказали бригадиру, который сказал, что это, в принципе, нормальная сумма. И он сделает за эту сумму все, что необходимо. Один. Первые буквально две недели все шло прям замечательно, гладко, суперски. Они все убирали, все учащали, все круто сделали по поводу этих монтажа. Вообще вопросов к ним никаких нет. Но спустя буквально месяца полтора работа начала просто стоять, отстаивать. Мы приезжали на квартиру, и вообще никого не было из рабочих на месте. То есть мы даже не представляли, сколько их там не было. Два дня, один день, так как мы с мужем работали и не могли тут прям дежурить, так скажем, у нашей двери. И подслушивать, каждый день они работают или нет. Но это уже наши проблемы, я так хочу сказать. Когда наш ремонт длился примерно три месяца, мы поняли, что так дело продолжаться не может. Потому что рабочие первые нам очень сильно уже изрядно потрепали нервы, поднадояли, потому что только их мы толкали работать. Такое ощущение было, как будто мы им что-то должны, а не они должны зарабатывать деньги, которые мы им платим. Это было, честно говоря, даже вспоминать не хочу те моменты, потому что это так истрепало нам с мужем нервы, что я вот сейчас вспоминаю, у меня аж голос дрожать начинает. Потому что это, правда говорят, что ремонт это ад. Ремонт это непростая штука, и мы это узнали. Второе, они по-хамски относились к нам и к своей работе, можно так сказать. Потому что была такая ситуация, что рабочий не знал, что я на квартире. Я стояла как раз-таки на балконе, он заходил из входной двери, и он, употребляя зеленую жидкость во рту, просто хакнул ее посреди этой комнаты и растер ногой. И я думаю, что это действие, действие того рабочего стало последней каплей, потому что я не представляю, что, конечно, здесь творилось без нашего присутствия. Да, я даже думаю, честно говоря, об этом не хочу. Совокупность всех их действий привели к тому, что мы решили расторгнуть с ними всякие отношения. Нужно сделать уборку в квартире, потому что здесь был нереальный, извиняюсь, срач. Чего только тут не было, мы убрались, соответственно, рабочим нужно было опять уезжать по каким-то вообще непонятным делам в другой город. И они уехали, и на следующий день мой муж позвонил и сказал о том, что мы не хотим больше иметь с ними ничего общего, потому что причин было предостаточно для расторжения наших отношений. Скажу просто так. Так, это была кратенькая в кавычках предыстория. Так как наши отношения не были заключены никаким договором, это и была наша первая ошибка, поэтому первое правило, которое нужно соблюдать при планировании ремонта, это составление договора, причем договора с вашей стороны, со стороны заказчика. В этом договоре вы можете прописывать все, что вам нужно, все, как вам удобно. И это самое важное, потому что когда делали ремонт мы, это был, кстати, первый наш ремонт, и мы сделали, правда, много ошибок, были слишком мягкими ли по отношению к нашим рабочим, и так делать нельзя, потому что всякая мягкость, она убивает человеческие отношения, которых так хотим мы, как заказчики, да, с вами, и как хотят наши рабочие. Если мы составляем договор, то у нас есть определенный срок, определенная обязанность, определенная сумма за работу, поэтому я очень вас прошу, не повторяйте наших ошибок и обязательно составляйте договор. Следующий пункт будет по поводу замены радиаторов, счетчиков и так далее, и тому подобное. Наша ошибка была, точнее, это даже не наша ошибка была, мы просто были недостаточно осведомлены, наверное, в плане того, как все это дело проводится, и наши рабочие, вот эта вот бригада, с которой мы расстались, без нашего ведома в один прекрасный день поменяли счетчики и не сказали нам об этом. Мы, соответственно, приезжали сюда уже по накалу страстей уже практически каждый день, и получается так, что мы не заметили, я даже не понимаю как, но да, так произошло, мы не заметили, что их поменяли, и прошел, наверное, месяц, прошел месяц с момента замены счетчиков, и это было плохо. Я не буду вдаваться в подробности, потому что я не специалист в этом деле, и не хочу говорить вам, что там конкретно делается, но суть в том, что там есть определенный процесс, которому нужно следовать и подавать документы вашей управляющей компании о том, что вы произвели замену счетчиков. Мы этого не сделали, и после этого, слава богу, у нас не было проблем, но они могли быть, и следующее правило заключается в том, что если вы меняете свои водяные счетчики, то в этот же день непосредственно или на следующий день нужно приглашать человека, который вам опломбирует эти счетчики, снимет показатели, и вы с определенным комплектом документов идете в вашу управляющую компанию, подаете документы и спокойно живете дальше, так скажем, вот. Если вы этого не сделаете, то с вас могут даже усотрать штраф. Вот так вот бывает, оказывается. Следующий пункт у нас о том, что строительные материалы и все необходимое для ремонта лучше покупать самим. Почему самим? Во-первых, рабочие всегда врут. По поводу цены, по поводу еще чего-то. Во-первых, это их отвлекает от работы. Лишний раз они будут выходить из квартиры, что не есть хорошо, то есть ваша работа будет проставить. Во-вторых, они покупают, естественно, первые попавшиеся, потому что это не их деньги, это ваши деньги. Вот. И, соответственно, в-третьих, вы можете купить дешевле, лучше и качественнее, потому что вы не можете гарантировать того, что ваши рабочие не купят где-то на рынке сухие смеси, которые лежали там под дождем или под снегом, или еще бог знает как. Поэтому строительные материалы лучше закупать самим. По поводу всего, что происходит в вашей квартире, если вы делаете капитальный ремонт, вы делаете новую электрику, вы делаете стяжку, вы выравниваете штукатуркой ваши стены. И здесь я хочу сказать, что нужно начать с планирования того, чего вы хотите. То есть, если вы хотите просто в каждой комнате люстру, хорошо продумывайте, как будут идти ваши провода. Если вы планируете делать где-то проходной свет, или же вы планируете теплый пол, точечные светильники, то есть все это нужно продумать, место расположения, выключатели, розеток, все до мелочей нужно продумывать. Это сложно, не спорю, потому что нужно определиться с тем, где у вас будет телевизор. Где у вас будет тот или иной прибор стоять, где у вас будет диван, под который у вас будет напольный торшер, допустим. Или где у вас будет компьютер, где то, все, третье, десятое. Это требует времени, да. Но продумав это хорошо, вы сейчас сделаете себе большой вклад в то, чем вы будете пользоваться в итоге. Хочу также еще добавить о том, какие работы у вас не производились бы в квартире. Вам нужно немножко уйти с уровня обывателя, который не понимает, не разбирается в ремонте, и немножко разобраться, углубиться в этом процессе, как заливать стяжку, технологию, госты, стандарты, как выравнивать стены и так далее, чтобы вы, приходя в квартиру, не хлопали глазами, что, а, ну так, да. А рабочие могут вам сказать, да нет, так и надо, в принципе, да. Вы спрашиваете, а почему вот тут вот не залит? Они говорят, да нет, так и надо, вот мы просто вот сделали так. А на самом деле так не надо, и вы не узнаете об этом, если вы не будете немного проинформированы. Это вам даст тоже в дальнейшем удобство. Ваш пол не будет ходить ходуном, ваш паркет или ваш линолеум не будет хрустеть, так как у вас будет хорошая стяжка под ногами, под вашим покрытием напольным. Вот, поэтому это тоже очень важный такой момент. В следующий раз мы будем тоже углубляться, читать. И в следующий раз, надеюсь, у нас будет все меньше ошибок, а мы поедем дальше. Сейчас хочу поговорить с вами по поводу балкона. Если вы собираетесь делать утепленный балкон, а, возможно, хотите сделать его рабочим кабинетом или просто наслаждаться в зимние вечера, допустим, чашечкой чая, не умирая от холода на нем, то тогда я вам хочу сказать, что лучше всего делать полностью утепление балкона. Если вам позволяет квадратура вашего балкона, то не пожадничайте и сделайте балкон по кругу полностью, всей коробкой утеплите. Такой вот мини-советик. Дальше я хочу поговорить уже непосредственно о том, как, когда и что лучше заказывать, потому что с этим, я думаю, вы тоже столкнетесь. У вас возникнет не меньше нашего вопроса, а то и больше. Следующий пункт у нас связан с дверями. Двери лучше заказывать с расчетом того, что они минимум месяц будут изготавливаться и плюс две недели где-то на доставку, если вы заказываете на производстве. Этот вопрос нужно уточнять непосредственно с людьми, у которых вы заказываете двери. По поводу кухни хочу поговорить с вами. Если вы заказываете кухню в определенном кухонном салоне, то нужно сразу подумать над тем, какой будет у вас кухонный фартук. Если вдруг кто-то не знает, что такое кухонный фартук, это область между поверхностью кухонной столешницы и верхними шкафчиками, то есть вот это вот полотно у стены. Если вы хотите выкладывать ее плиткой так же, как это сделали мы, то вам нужно будет непосредственно у сборщика, не у менеджера, у которого вы заказываете кухню, а именно попросить связи со сборщиком и непосредственно у этого человека узнать, какая будет высота этой кухни и насколько высоко будут навешиваться ваши верхние ящики, чтобы определить вот это вот расстояние, которое вам нужно выложить вашей плиткой. Вот так вот. Этот вопрос у нас очень долго был в наших головах, а так как мы заказывали кухню в Икеа, мы звонили в Икеа и узнавали все там на месте. Следующее, о чем я хочу вам рассказать, касается натяжного потолка. Что самое важное, я считаю, нужно сказать? Прежде всего, нужно также заключать договор с человеком, который вам будет делать натяжной потолок, так как и здесь у нас не обошлось без граблей, и мы на них также явно наступили, к сожалению. Натяжной потолок, в принципе, устанавливается в два этапа. Первый этап это установка всех металлических штук, всех металлических. Первый этап это установление всех металлических направляющих по периметру ваших стен, и этот этап нужно делать непосредственно перед шпаклевкой ваших стен, потому что это грязище, это пылище, и, в общем, не буду я вам говорить, просто знайте это как факт. Эти работы производятся до шпаклевки. И второй этап установки натяжного потолка это уже непосредственно установка натяжного потолка самого полотна. Если вам интересно, как это происходит, у меня есть влог, в котором есть фрагменты того, как нам устанавливали натяжной потолок, я думаю, вы примерно поймете, как он натягивается. Следующий пункт у нас связан с проверкой. В чем же заключается проверка? Проверка заключается в том, как вам залили наливной пол, как вам выровняли ваши стены штукатуркой и шпаклевкой непосредственно. Вы берете провило, допустим, это провило, это стена, и смотрите, как горизонтально у вас не должно быть щелей между стеной и вашим провилом. Так горизонтально, так и под всеми углами, по всем стенам вашей квартиры. Если вы видите, есть там миллиметр, два миллиметра, это в принципе, ну, не так страшно. Но если там сантиметр, если у вас там дыра, выпуклость, особенно смотрите в районе установки кухни, потому что это будет очень важно, тем более, если вы не хотите делать кухонный плинтус, то ровность стен для вас очень важна и приоритетна, потому что если там будет неровная стена, то плинтус у вас будет, скорее всего, потому что вы никуда не избежите, там будет огромная щель. Так что обязательно проверяйте стены провилом, и также можно проверять пол. А мы поехали дальше. После того, как вы все проверили, только после этого вы можете давать добро на поклейку обоев в вашей квартире. И я думаю, что я не буду чунуть долго с этим пунктом. И напоследок я оставила самый-самый-самый важный совет себе в будущем. И вам, мои дорогие зрители, огромный совет. Именно этот пункт сделает ремонт более приятным. Вы сможете по Луне сделать то, чего вы хотите, и добиться конечного результата, о котором вы мечтали. Я думаю, вы уже догадались, возможно, о том, что будет в этом пункте. И да, это дизайнер и авторский надзор. Если бы я и мой муж знали о том, с чем мы столкнемся во время ремонта, мы бы, безусловно, подождали еще месяц, возможно, два, накопили бы на дизайнера, и желательно на дизайнера с авторским надзором. Что значит авторский надзор? Это значит, что ваш дизайнер проверяет качество работ ваших мастеров. Он приходит, контролирует, следит за правильностью исполнения. Он знает все нюансы, все недодачи, потому что этот человек уже неоднократно проходил ремонт, неоднократно вел авторский надзор и знает свое дело. Не буду вам рассказывать и грузить вас еще больше, но хочу сказать, что следующий наш ремонт будет однозначен с дизайнером и, возможно, с авторским надзором. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Если вам оно понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, он должен стать серым, чтобы вы не пропускали мои новые видео. Я также надеюсь, что ваш ремонт близится к концу. А если вы планируете ремонт, я желаю вам легкого ремонта, на одном дыхании, без задержек. Я верю, что у вас все получится. И на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok